Дорогие братья и сестры, некоторые заблудшие люди для того, чтобы свои заблуждения доказать, используют слабые придания, приводят придания или вовсе без цепочки передатчиков, или со слабыми цепочками передатчиков. А когда им говоришь о том, что у того или иного придания вовсе не имеется цепочка передатчиков, или эта цепочка передатчиков слабая, то они говорят о том, что это все основано на Эль-Мур-Риджал, что эта позиция основана на Эль-Мур-Риджал, которая является суннитской наукой. То есть они говорят о том, что Эль-Мур-Риджал — это суннитская наука, и поэтому мы, последователи Ахлебейта, алейху салату и ассалам, не обязаны прибегать к этой науке. И, как следствие, они пытаются навязать таким образом слабые или вовсе не имеющие цепочки передатчиков придания, доказывая таким образом свои заблуждения. И, к сожалению, эта позиция все чаще и чаще слышится от наших братьев. То есть они этим вирусом и этим заболеванием заражают наших братьев. И поэтому хочется очень коротко на эту тему сказать и предупредить братьев, дать им правильное представление о данном вопросе. Очень коротко я скажу, вовсе Эль-Мур-Риджал не является суннитской наукой. Это наука, к которой призывает Сам Всевышний в Священном Коране, когда говорит, «О верующий, если к вам придет нечестивец с вестью, то исследуйте». Во-первых, для того, чтобы понять, кто есть нечестивец, а кто не есть нечестивец, кто не является нечестивцем, для этого нужно Эль-Мур-Риджал. То есть нужно исследовать состояние. Нужно понять передатчиков хадисов. Поэтому Эль-Мур-Риджал вовсе не является суннитской наукой, и нет никаких оснований отвергать эту науку. Наоборот, есть все основания, всеми силами придерживаться этой науки и брать её за основу в принятии тех или иных преданий, потому что это приказ Всевышнего. Если предание передается от праведного человека, то это предание принимается. Если оно передается не от праведного человека, если оно передается от нечестивца, то здесь мы должны проверить это предание. Каким образом? Через аят Священного Корана и через другие достоверные предания. Поэтому это заблуждение, это всего лишь навсего уловка. Когда ссылаешься на недостоверные, слабые и не имеющие цепочки передатчиков предания, то как-то надо выходить из того положения, что предание, на которое ты ссылаешься, является слабым или вовсе не имеет цепочки передатчиков. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракяту. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...